Друзья, привет! У каждого из нас есть зависимости. Кто-то зависим от наркотиков, кто-то от любови к своей любимой женщине, кто-то к мужчине. Я, допустим, к хорошему звуку. И вот у меня в руках JBL FRS Elite 150 NC. Это внутриканальные наушники, которые готовы похвастаться хорошей звукоизоляцией, активным шумоподавлением. Давайте же это проверим. Я до сих пор не верю в то, что внутриканальные наушники могут обладать хорошей функцией активного шумоподавления. Но вот нет еще таких результатов, которые можно сравнивать с топовыми накладными и полноразмерными решениями. Но вот у меня на тесте JBL FRS Elite 150 NC и я готов изменить свое мнение. В комплекте у нас кабель для зарядки, твердый кейс для переноски, сменные амбушюры, сушное крепление и документация. Наушники выглядят неплохо, но не более. Форма фактора ошейника лично мной воспринимается в диковинку после появления TVS ушек. Но внешний вид в пределах класса и рамках JBL. Качество сборки материалы показывают, что модель как минимум из среднего, а то и высшего класса. Все на уровне. Дизайн более строгий, но универсальный. Подполло в самый раз. Цвет только один, серый. Чаши довольно простые и ничем сильно не выделяются. На них видны отверстия с микрофонами. Среди портов занесли только microUSB. JBL, серьезно? Какой сейчас год? Имеется также светодиодный индикатор состояния. Несмотря на реально габаритные и тяжелые основания рогов, наушники удобны. Воротник хорошо цепляется за шею за счет использования прорезиненного материала. На левом и правом роге вынесены кнопки питания, Bluetooth, ANC, увеличение громкости, уменьшение и кнопка play. Клавиши имеют приятный короткий ход и легко нащупываются вслепую. Посадка чаш по-спортивному хорошая, да и спортным принципом заниматься удобно, если бы не постоянное внутреннее сравнение с TVS. В тех же Airpods все же удобней. Но когда включаешь первую песню JBL Everest Elite 150 NC, то улыбка на лице растягивается до ушей. Звук бомба. Насколько чистый и фирменный звуковой тракт, что поначалу не верится, что беспроводные внутриканальные модели могут такое выдавать. Потрясающая детализация среднего и верхнего диапазона и очень-очень упругий бас. Кстати, за счет проработки средних частот и высоких проскакивают сибилианты. Но это единственный недочет и то в виде придирки, который есть. Звук на уровне проводных наушников DUNE в том же ценовом диапазоне, что радует нереально. Но больше всего радует активное шумоподавление. Как вы это сделали, JBL? Теперь, чтобы вам изолироваться с всего мира, достаточно нажать одну кнопку, и вы слышите только музыку и очень отдаленно этот назойливый ежедневный шум. Для тех, кому нужно слышать все украшение, присутствует режим Ambient Aware, во время активации которого микрофон улавливает окружающий звук и транслирует вам. Микрофон здесь очень неплох и обладает хорошим шумодавом, насчет этого можете не переживать. Время работы на высоком уровне и составляет целых 14 часов с ANC и 16 без. Показатель знаковый для таких наушников. Зарядка длится не более двух часов. Официальная стоимость наушников в Украине на момент съемки обзора составляла 225 долларов. Если в двух словах, то JBL Evers Elite 150 NC это действительно элитный звук, отличный шумодав и скучный внешний вид. Материалы корпуса и сборка идеальны, с эргономикой все отлично, автономность отличная. Если вы ищете беспроводные внутриканальные наушники с функцией активного шумоподавления и вам понравился внешний вид, берите не раздумывая. Примерить, посмотреть и купить наушники вы всегда можете в одном из наших магазинов или на сайте портатив.ua. Всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить пальцы вверх и подписывайтесь на наш канал. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok